Всем доброго дня! Лев на связи из Абхазии. Иду сейчас по территории пансионата Сосновая роща. День начался в дождя, ну такого хорошего в дождя. Съездили до Гагры буквально ненадолго, поэтому там я ничего не снимал. Ну а здесь здесь красоты и свободное такое времяпрепровождение, поэтому сначала видео здесь и в Аплакуче. Первый корпус пансионата, из которого чудесный вид открывается на парк с пальмами. Вот у кого в сторону моря около окна выходят. Там второй корпус девятиэтажный. Ну тут площадка концертная, вот видите, сцена. Здесь разные коллективы выступают обычно. Есть на моем канале несколько видео, посвященных концертам Сосновой рощи. Можете без труда найти, думаю. Ну а тут пицунские сосны. И звук издаваемый циккадами нас окружает. Рядышком со вторым корпусом грецкий орех растет. Вот тут воды видно, может даже достать, посмотреть на них, как они сейчас выглядят. В кожуре он зеленый пока. Видим на экскурсию на девятый этаж. С прошлого сезона я показывал этот этаж, он еще не был отремонтирован. Так, вот с другой стороны. Смотрим. Вид будет у нас на сосны пицунские. В сторону, получается, третьего деревянного корпуса мы смотрим. Ну он за вот этими деревьями. Там внизу скамеечки, вход в корпус. Короче говоря, не был доделан этот этаж, он не эксплуатировался. Можно было проходить в любые места там. Хорошенько я все отснял. Можете посмотреть. Там мотылек. Пойдем в другую сторону, попробуем взглянуть. Ну теперь тут все чистенько, опрятненько. Так, вот эта вот сторона моря, значит. Так, ну это в сторону реки Бзыпь. Окна все-таки. Но кое-что видно. Пожалуйста. Рудик, в котором рыбу. Кто-то его спрашивали. Вот он прямо здесь, в этих зарослях. Ну и пляж. Так, ну вот уборка в одном из номеров идет. Мы туда заходить не будем. Короче говоря, в сторону моря. Вид только из номеров. Поэтому смогу только вот сбоку показать. И вот здесь видно парк. И на пляж. Бассейн взрослый, детский видно. Первый корпус четырехэтажный. И там вдали пирс. С турецким кораблем на причале. Ну вот внизу столовая. Пол второго корпуса. Выходим в парк. Теннисные столовые. Встречаются здесь. Он не единственный. Еще есть. Идем по направлению к пляжу. Там некоторое время проведем и посмотрим, какое сегодня море. Ряд домиков возле пляжа. И вижу объявление, что сегодня купаться запрещено. Давайте смотреть, почему. Деревянная дорожка. Бунгало. Шезлонги. Зонтики. Перечисляю то, что есть из инвентаря. Ну и переодевалки. Душевые тут есть, естественно, тоже. Ну, смотрю на море. В принципе, вполне себе купабельное. Ну, волн есть, естественно. Не без них, конечно. Можно, можно при таких волнах купаться. Это здесь объявление, а там вот я вижу дальше пляж пансионата Золотые пески и общий там народ в воде. Это так, предостережение просто. Хотя я бы не сказал, что прям так тепло, чтобы хотелось в воду лезть. Ну, такая прохладненькая, наверное, погода больше. Больше так ее обозначено. Тем более дождь был с утра. Ну, какие волны. Небо. Вот так сегодня выглядит у нас. Не покупаться, так строительством заняться. Мирош, что это у нас за город-то как назовем? Это. Это. Короче, крепость. Крепость будет. Здесь же рядом с территорией снова рощи. Кто-то палатку поставил. Ну, а мы идем смотреть водоемчик. Просили его показать. Я вот как раз здесь рядом. И мало того, вспомним про эту просьбу. В общем, давайте взглянем, как тут все выглядит в этом году. Воды несколько меньше. Подсох он. Но, тем не менее, что-то остается. Вот прям второй корпус пансионата. И вот здесь такой вот прудик небольшой. Солнышко выглянуло, припекает очень даже. Сразу его чувствуешь. Спина горит. Очень сильное солнце здесь. Как все пересохло. Это грязь, Мируш. Грязь? Реально. Что-то нырнуло там. Не увидел, возможно, рыбку. Прикольно так по этой поверхности ходить. Проваливаться нога. И она теплая такая, мягкая. Да, теплая такая, мягкая. Это мы с утра еще жилетку накинули. Сейчас она уже не нужна. Не подумайте, что холодно. Просто, чтобы не таскать ее одетых на дочке. Вот такое местечко. По-своему, живописное. В Мирославе это место показалось очень интересным. Понравилось, говорит. Идем мыть ноги. Еще один ряд домиков. Здесь уже вот в парке самом. С пальмами. Буквально тут бегло-бегло пройдемся. Еще раз я в очередной раз покажу вам эту красоту все. Еще раз повторюсь. Пансионат Сосновая роща. Расположен он в поселке Цитрусовый совхоз. Это район села Ава-Хадзе. Гагарский район. До Питсунда отсюда, ну, может, километров семь. Неподалеку река Бзыбь. Это один из лучших пансионатов Абхазии. Свой пляж. Территория достаточно большая. Три корпуса, домики. Парк, которому 40 лет. В 80-х годах закладывался. Несколько разновидностей пальм. Среди которых финиковые, веерные, в Вашингтонии. Вот эти вот высокие в Вашингтонии. Попутно делаю фотографии. Ну, а что место располагает. Ну, и снова мы обходим первый корпус. Подали с ней видео, где люди показывали вид вот с четвертого этажа на парк. На моем канале такого видео пока нет. Очень бы хотелось, конечно, из тех номеров заснять вид. Очень он симпатичный. Обратил внимание, что вот рядом с фонтанчиком тут авокадо растет. Вот если бы не было этой таблички внизу, вроде на Гавайи живет 25 лет авокадо. Да, я бы и не знал, что тут есть авокадо. Вот это дерево плодов я не вижу, конечно, но сам факт, что вот оно тут присутствует, это уже интересно. Переместился в центр поселка. Леандры цветущие разных расцветок. Прохожу мимо гостиницы Кедр. Собака наша со мной на прогулке сегодня. Хочу немного бамбука набрать для вхоз нужд, поэтому пойдем в заросли или около того. Нахожусь возле старой совхозной плантации лавра благородного. Рядами он здесь высажен. И когда уборка производилась, под корешок спиливали, сушили, значит, где-то в тени. Все это в хорошо проветриваемых помещениях. И потом вручную фасовали в те самые пакетики, как я понимаю, которые мы знаем еще с советского периода. Такие бумажные. И вот по всему Советскому Союзу уже это продавалось. Сейчас подойду поближе, проберусь. Ну, вот он тут за колючкой. И там дальше ряды, ряды, ряды. Вот примерно так он сейчас выглядит. И вот один из краем расположенных, располагающихся рядов лавра. В этом году семян довольно много. Вот так это не выглядит. Ну, чуть меньше оливки или маслины по размеру. Бамбук тут много где, в принципе, растет. Можно добыть такую палку. Музыка длинная. Хоть удочку можно делать из нее. Спустя некоторое время такая вот коллекция сухих бамбуковых палок образовалась. Ну, не критично, поэтому я сухие старался отходить. Стадион, как покосили, сразу ожил. Вчера тоже с ребятами побегали, поиграли. Вид с трибун, отель Олимп, стадион. Позади отеля обычно видно горы, но не сегодня, так как все облаками там закрыто. Ну, и футболисты. Ну что ж, на этом видео завершаю. Спасибо за внимание. Если пришлось по душе, ставьте палец вверх, оставляйте ваши комментарии, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Ну, а с вами был Лев из Абхазии. Всего вам доброго.